Привет, с вами Андрей, у нас Shatterpixel Dungeon, прохождение Берсерка. У нас, собственно, 16 уровень. Мы остановились в прошлой серии на том, что пробили несколько этажей. У нас, собственно, зачарование воды, амфибия, рунный клинок, без зачарования, засохшая роза и ботинки скорополоха, ботинки родной скорополохи у нас. Семян, как вы видите, у нас нету, что удивительно. Я тут подумал, стоит взять трансмутацию для того, чтобы продать все лишнее и ненужное. Собственно, бежим вверх. Мы видим летучую мышь, давайте ее убьем. У нас, собственно, одного удара нам было достаточно. Это у нас водяной пар. Водяной пар для нас будет безопасен. Собственно, гноу громила. Его можно было... Это у нас что? Это у нас водяной пар. Ну, водяной пар, как я говорил ранее, для нас безопасен, поэтому мы можем смело пройти сквозь него. Собственно, это огонь-лоушка огненная. Собственно, ее у нас следующие два этажа. Жалко, что все золото здесь будет бесполезным на поверхности. Это понятно, потому что у меня будет торговцев, которые будут покупать. Собственно, мы нашли алхимика. Собственно, по алхимику нам очень-очень нужно будет иметь при себе карту, свиток карты. У нас его нету. А, нет, у нас он в данный момент присутствует. Улучшать нам в идеале, конечно же, что-нибудь другое сделать. Но, опять же, как вы видите, мы ее не можем переделать только через трансмутацию. Либо через свиток превращения. Поэтому будем искать. Собственно, ловушка поджигающая. Видим свиток. Это у нас... Блин, как-то... Водяной пар. Водяной пар это у нас вода. Соответственно, очень много воды сейчас будет здесь. Обратите внимание, у нас точность прям оставляет желать лучшего. Давайте подождем. Призрак решил отдохнуть немножко. Собираем траву. Когда мы ходим по траве, наши ботинки прокачиваются. В идеале, лучшее сочетание, которое есть для того, чтобы использовать ботинки... Лучшее сочетание, это палочка восстановления. Забрали свиток опознания. Собственность исцеления и обычный сундук. Нашли левитацию. Это говорит о том, что, возможно, на этом уровне будет что-то связанное с левитацией. Давайте посмотрим. Мы нашли пирог. Тыквенный пирог. Это говорит о том, что наш разработчик нас поздравляет с Хэллоуином. Днем всех святых, так называемый. Он называется... Он нас с ним поздравляет. Наш бурдюк заполнен. У нас присутствует ключик. Мы можем открыть. Стоп тебя! Он кинул паралич. Это скорее не паралич, это скорее что-то похожее на яд. Поэтому мы отсюда выходим из текущей комнаты, потому что нам не нужен паралич. Мы открыли два рецепта. Бомбы и, собственно, еду. А, кстати говоря, по поводу еды. Можно будет сейчас ее в пирог превратить. Сейчас мы это вместе с вами сделаем. Также можно пройти пустофрукт. Вместе со семечком и звезда цветом. Давайте подождем, пока паралич там пройдет. Прошел? Прошел паралич. Отлично. У нас еще плюс два. Вот у нас, собственно, теперь еще есть уникальные, так называемые, зелья, уникальные свитки. Последних трех у нас нету, как вы пока видите. Давайте прокачаем. Выбираем, собственно, рецепт. Нажимаем, соглашаемся. Также нам нужно создать, собственно, пустофрукт. Так называемый, звезда фрукт из пустофрукта. Создаем. Отлично. Двигаемся дальше. У нас должен быть присутствовать еще один ключ. И, как вы видите, еще одна закрытая дверь. Она закрыта железным ключом. Соответственно, нам нужно где-то еще найти железный ключ. Мы видим одну летучую мышь. Давайте ее электричество. Это холод. От холода надо держаться подальше. Потому что он вас может заморозить. А у нас очень много склянок. И мы, скорее всего... Как вы видите, это чудо нас видит. Ай! Я забыл, что нам не везет. Давайте оттолкнем этого. Это просто трындец какой-то. Нас отравили. Паук ударил. Короче, полный набор. Ой, блин. Не везет. Ладно. Мы это уже проходили. Поэтому нам, в принципе, не особо тяжело. Но достаточно неприятно. Но достаточно неприятно. Я, кстати, очень сильный. Собственно, левитация. Ну, тут только через левитацию пройти можно. Ну, по крайней мере, самый эффективный способ. Все остальные способы, они будут просто не столь эффективны, как хотелось бы. Это, собственно, медвежья ловушка. Насколько я знаю, медвежья яма. При наступлении в нее, пол под вами обрушится, и вы упадете вниз. У нас очень мало здоровья. Это, собственно, земля. Ну, тут ее не видно. Но факт в том, что эта земляная ловушка, она создает вокруг траву. То есть, очень-очень много травы будет вокруг. Поэтому надо перекусить. И она его, скорее всего, укоренит. Сейчас тут прям огромное количество травы будет. Главное на нее не наступать. Немножко подождать. Это очень полезно для ботинок природы. Собственно, мы нашли кистень. Кистень достаточно сильное оружие. Но у него нет точности. И нельзя совершить неожиданную атаку. То есть, чисто такой для берсерка оно в целом подойдет. Отравляющая ловушка. Кидает дротик. И ровушка с отъедающим газом. Урон по площади дает. Таракан не спящий. Давайте его подтолкнем. Убьем его электричеством. Таракана нужно просто скинуть в пустоту. С таракана в большинстве случаев падает в мясо. Мясо при падении оно не разобьется. Поэтому это не критично. Это дезориентирующий газ. Собственно, гнул громила. Для него, в принципе, дезориентирующий газ это детский сад. Тут это хорошее для лука дезориентирующий газ. Это существо просто не сможет к нам подойти. В теории мы сейчас можем его скинуть. Посмотрим, куда он пойдет. Давайте попробуем. Обратите внимание, он уступил в пропасть и упал. Но не судьба ему, видимо. Давайте подождем, пока дезориентирующий газ пройдет. На самом деле, вот эта курильщица, которая у нас присутствует, она очень-очень опасная, потому что она может вам как помочь, так и помешать. Собственно, маг и громила. Давайте подождем, кто из них первый проснется. Первый проснулся громила, но это ожидаемо. А, собственно, он перешел в состояние берсерка, мы от него убегаем. Он погиб, мы получили уровень. Давайте прокачаем бесконечную ярость, чтобы у нас было общее значение ярости выше. Ждем, пока проснется маг. Собственно, маг, даже если проснется, это будет неважно. Мы ему дали паралич. Он мало того, что парализован, так еще и спит. На самом деле, почему-то он не просыпается. Нам не стоит стоять под параличом. У нас присутствует пер, который позволяет нам его выбить на три хода. То есть на три хода мы к нему сможем подползти. Любое то, что не является метателем оружия, мы можем в него кинуть. Если он проснется раньше. Собственно, это зелье алхимического огня было в скелетике. Опять же, нам нельзя попадать в ловушки холода, иначе мы просто, скажем так, подустанем. Смотрим, у нас присутствует ключ, две штуки. Один хрустальный, второй железный. Нам нужно открыть их и использовать по назначению. Нам дают на выбор. Это тьма. Тьма не страшная, в принципе, поэтому мы можем смело с ней ходить. Нам дают на выбор либо фиксированные предметы, например, зелье ментального зрения, телепортация, левитация и алхимический огонь. На самом деле, полезные зелья. Либо рандомный предмет в сундульке, который будет. Мы не узнаем, пока не откроем его. Учитывая то, что мы уже определились с оружием, то мы можем смело кисть им продать за ненадобностью. В теории можно поискать кольцо, либо взять зелье. Левитация полезная штука. Она дает воду. Зелье левитации имеется в виду. Вода полезная штука. Также огонь полезный. Телепортация, она сама по себе полезна. Если вас зажали, и вам нужно свалить. Но, опять же, она вас телепортирует в рандомное место. Рандомное место не всегда лучше будет для вас. Но ее можно превратить в камень перемещения. У меня, кстати, вот сейчас покажу вам рецепт. Вот он, собственно, камень перемещения. Который в вас телепортирует в другое место. Очень полезный камень. Тут, поэтому, мы, скорее всего, возьмем текущие предметы. Посмотрим. Здесь, в принципе, все открыто. Присутствует алхимик. Так, шесть единиц энергии. Но у нас нет золота. Поэтому и что-то расщеплять конкретно не особо хочется. Так, давайте подумаем, что мы можем сделать. Давайте сбегаем к алхимикам. Собственно, этого можно подтолкнуть. Можно с ним подраться. При подталкивании вы, скорее всего, получите чуть меньше. Ну, как сказать, если вы его подтолкнете, он сам свалится, вы получите 50% опыта его. Если он свалится не сам, то есть вы его убьете. Таракан нас вроде видит, а вроде и не видит. Он еще не определился. Давайте подождем таракана. Опять он нас потерял. О-о-о. Минус один. Минус два. На нас повесили слабость. На девять ходов он снижает физическую силу. Поэтому он наносит меньше урона. Роза полностью заряжена. Это говорит о том, что мы можем вызвать призрака. Сняли слабость. Наша задача переходить на следующий уровень. Мы видим еще одного таракана. Это у нас даже два. Ледяной буран. Он ледяной буран на воде. Он их просто привяжет к месту. А у нас еще алхимик сверху присутствует. Поэтому давайте лучше верхний алхимик забежим. Наша задача расщепить. Например, опознание. Расщепили. Теперь, собственно, сделать либо искажение, либо перемещение. Но пока давайте повременим с этим моментом. Давайте сделаем лучше всего искажение. Для того, чтобы оно просто присутствовало. Расщепим Возмездие. И сделаем воду себе. Можно сделать антиливитацию, чтобы безопасно упасть. Она стоит 10. Можно сделать грозовые тучи. Давайте сделаем грозовые тучи. И, собственно, сделаем экстракт в однинистости. Для того, чтобы у нас была постоянная вода. Учитывая то, что у нас наша основная руна это руна амфибия. Ментальное зрение мы расщепляем. Но оно, конечно, более полезно, чем парализующий. Но парализующий можно превратить в землю. А ментально их всего два у нас. Поэтому давайте пока так. Сделаем себе защиту от огня. Сразу же, потихонечку. Чтобы не особо торопиться. Собственно, сделали защиту от огня. Наша задача еще дополнительно сделать себе защиту от яда. И желательно в двух экземплярах. Ставим себе на быстрый слот. как искажение. Так и воду. Давайте посмотрим, где там наши враги. Они немножко подмерзли. Давайте их подтолкнем одного. подтолкнем второго. Собственно, мы обоих убили. Убили 250 врагов уже. Собственно, нам нужно переходить на следующий уровень. У нас 700 монет всего лишь. Ищем переход и бежим к переходу. видим два моба. Сейчас уйдет воин, потом идет маг. Мы не можем наступать на воина, пока идет маг. Собственно, забрали обоих. Переходим на 14 этаж. Нашли, собственно, паука. Пещерный предельщик. Он наша хаотичная курильщица кинула в паука привязку к месту. то есть сейчас очень много травы будет. Трава в целом неплохо. Собственно, еще один паук. Как вы видите. Нам хватило урона убить его с одного удара. Это маг. Он нас в данный момент не видит. Это очень хорошо. Собственно, катана и кузнец. По кузнецу мы пойдем чуть дальше. Прячемся от мага. Мы не смогли от него спрятаться. Он нас даже сквозь траву умырился увидеть. Что удивительно. На самом деле непонятно, как он это сделал. Он стоял здесь, я стоял вот тут. Как он меня сквозь траву увидел, это вопрос остается открытым. Берем зелье силы, пьем его сразу. У нас 16 силы теперь стало. По катанию берем катану. с оружием мы определились. Она конечно блокировка неплохо, но мы уже с оружием определились, слитки в него влили, поэтому мы не будем менять оружие. Видим собственно таракана. Давайте его подождем. а потом просто подтолкнем в пустоту. Это паралич. У нас укоренили, поэтому мы просто стоим ждем. Укоренение прошло, но тут висит облако так называемой жуткой вони. Жуткая вони это парализация поэтому просто ждем пока она пройдет. Собственно таинственный сад одно из самых полезных. Пустафрукт это крайне редкий предмет. Пустафрукт можно использовать как любое зелье но главное не вредное для вас. То есть например какой-нибудь огонь или парализация то она будет конечно не очень ваше. значит то что вы будете его есть пустопрукт поэтому стоит тщательнее выбирать себе зелье. Собственно это маг он спит давайте подождем пока он проснется. С летучей мыши в большинстве случаев падает зелье поэтому ее очень важно убить над не над пустотой с мага обратите внимание он упал судя по всему маг который там был он упал в пустоту за счет головокружения то есть вы видите да у нас тут дезориентирующий газ он упал в пустоту это скорее всего улучшение холод немножко золото его в принципе можно подтолкнуть в пустоту давайте так и сделаем нам дали удар электричеством получили улучшение холод наступили на воду прозвонили видим 2 дм сотой версии это двухсотка это еще одна двухсотка нашли глифу глифа хорошее оружие дальнего боя она очень много урона наносит это вода зачарование воды а следующий удар мы скорее всего погибнем поэтому мы не рискуем забираем глифу это водяной пар который раскидывает нам воду по площади подбираем ключик у нас летучая мы здесь собственно роза посмотрим сколько он может носить 16 силы призрака нам маг по лицу пытается дать давайте подумаем как мы сможем его убить мы неудачно стоим для него поэтому нам нужно его слепить для того чтобы его слепить нам нужно кинуть его любой рандомный предмет собственно это статуя с катаной холода достаточно сильное оружие она 16 тира и с блокировкой по идее давайте подождем хотя нам смысла освобождать нету давайте на него наступать это парализация была бы глифа была бы шикарна а так собственно мы его убили благодаря тому что хаотичная крыльщица дала парализацию у нас 1600 монет глифа мы оставим давайте узнаем проклята она или нет у нас должен присутствовать камень обнаружение магии это свежий камень который добавил недавно разработчик в одной из последних версий собственно мы обнаружили то что глифа не опасная для нас призраку можно отдать катану для того чтобы посильнее вилка раз 16 силы будет что касаемо молота его можно продать обратите внимание не стреляет мак собственно я думаю пока так в следующей серии мы наверное пробежимся до собственно квест кузнеца выполним и пробежимся обратно до торговца купим у него все уже что нам необходимо глифа нужна для того чтобы дальность чтобы мы могли каких-нибудь рыб пираний там запины дальнобой дальнобой наружу все-таки нужная вещь а также в теории нам еще нужно будет запихнуть в ботинки ботинки это одни из тех которые грубо говоря предмет который сам качается много семян набираете и просто предмет сам качается очень полезный вот поэтому я думаю мы пока на этом закончим всем спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока там